Дипломатия и переговоры о прекращении огня в целом имеют больше шансов на успех, когда обе стороны чувствуют, что не могут добиться чего-то большего в военном отношении. Здесь, в США, большой новостью на дипломатическом фронте стало письмо прогрессивных демократов в Палате представителей президенту Байдену, в котором они призывают его найти правильное дипломатическое решение. Переговоры в той или иной форме всегда ведутся во время войны. Само поле боя – это тоже форма переговоров. Стороны торгуются в разгар конфликта, своими действиями на поле боя пытаясь получить более выгодную позицию для послевоенного урегулирования. Те переговоры, которые мы видели в самом начале конфликта, посредником в которых выступала Турция, когда две стороны сидели друг перед другом за столом, я сейчас не вижу возможности для этого. Проблема в том, что Путин, аннексировав четыре украинские области, которые теперь в российском юридическом смысле являются частью Российской Федерации, и это не позволяет случиться переговорам. Потому что возвращение этих регионов для Украины является самой низкой планкой, на которую, я думаю, согласилась бы Украина, которая стремится к возвращению этих четырех областей и Крыма. На мой взгляд, Крым – это отдельная тема. Я знаю, что это непопулярное мнение на Западе и в Украине, поэтому не хочу углубляться здесь. Украина определенно форсирует военные действия, чтобы получить как можно больше земель и вернуть себе как можно больше территории. На самом деле, не зима является проблемой для наступательного военного маневра, а сезон дождей, то есть это поздняя осень и ранняя весна, когда все дороги превращаются в грязь и становится очень трудно маневрировать. Поэтому устойчивый широкомасштабный наступательный маневр становится сложным, и Украине будет труднее отвоевывать территорию сейчас, когда этот сезон быстро приближается. Для начала успешных переговоров обе стороны должны верить, что они получат больше от дипломатии, чем от военных действий. Прямо сейчас это не так. Самая низкая планка, которую Украина примет для урегулирования, я считаю, это возвращение всех аннексированных территорий. И я не вижу способа, как Путин мог бы сделать это и оставаться у власти в России.